МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творческую интеллигенцию Люберецкого района поздравили с их профессиональным праздником Днём работников культуры. Теперь обо всём этом более подробно. В городской администрации прошло очередное совещание, посвящённое застройке микрорайона «Красная горка». На территории микрорайона были приняты четыре новые дороги, на которых полностью обновили знаки. Начальник дорожного управления Сергей Плитов доложил, что в ближайшее время запрещающие знаки установят около дошкольных и общеобразовательных учреждений. Но, несмотря на то, что на прошлой неделе около поликлинического отделения их уже установили, по словам жителей микрорайона, машины по-прежнему стоят. Нарушителей нужно наказывать. Ориентировочная эвакуация по всем четырём дорогам, которые мы приняли в казну города, будет возможна, я думаю, начинать с моего месяца. Участники заседания обсудили вопрос, связанный со сложностями оборудования парковочных мест, искусственных неровностей и светофоров на проспекте Победы. В настоящее время проспект Победы не передан, собственно, из Московской области и не передан на обслуживание Бравенский рулан. Поэтому они готовы выполнить эти мероприятия, но сложность заключается в том, что нет у них на балансе этого объекта. Также на совещании обсудили вопросы, связанные с освещением на внутридворовых территориях, транспортной доступностью и благоустройством микрорайона. Анна Троя, Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В местном отделении партии «Единая Россия» прошло очередное заседание Политсовета. Люберецкий единоросс обсудили предстоящие мероприятия по подготовке к выборам в Совет депутатов. На этот раз глава района и города Владимир Ружицкий начал заседание с вручения партийных билетов новым членам фракции. Ими стали сотрудники Гагаринского политехнического техникума. Мы сегодня с вами коллеги и будем стремиться каким-то образом на просторах нашего небольшого, но очень плотного, компактного района вместе совершить дела. Представители партии отчитались перед главой о проделанной работе за 2014 год, а также обсудили темы, связанные с мероприятиями по подготовке к предстоящим выборам в Совет депутатов городских поселений Люберецкого района. Это предварительное голосование, которое состоится предварительно в мае-июне месяце во всех городских поселениях. И тогда мы уже будем знать на праймерис, как люди доверяют тому или иному депутату. Стоит его выдвигать от партии «Единая Россия» или, может быть, нет. Напомним, что выборы в Советы депутатов городских поселений Люберецкого района состоятся в сентябре 2015 года. Анна Троян, Наталья Григорьева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В городской администрации обсудили вопросы трудоустройства. Участники встречи говорили о ситуациях, сложившихся на рынке труда, а также о методах борьбы с безработицей. В связи со сложившейся экономической обстановкой в России количество рабочих мест на предприятиях и в организациях резко сократилось. Проблемы с трудоустройством возникли и у жителей Люберецкого района. Управление социально-трудовых отношений проводит каждодневные мониторинги и прием населения. В управление за январь-март текущего года уже обратилось 65 человек. Вопросы разные. Это связано с трудовыми отношениями, заключением трудовых договоров, неоформлением трудовых книжек и так далее. Экономическая ситуация в стране не позволяет центрам занятости в полной мере обеспечить рабочими местами инвалидов и граждан, вышедших из мест лишения свободы. Вместе с этим организации Люберецкого района дают возможность устроиться на работу школьникам на время летних каникул. На базе школ планируется трудоустроить 400 подростков в ремонтно-трудовые бригады. На предложение о сотрудничестве с Люберецким центром занятости откликнулись предприятия Люберецкого района и предоставили информацию о количестве рабочих мест для подростков в летний период. На заседании также рассмотрели вопросы, касающиеся миграции иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году для них ужесточились правила пребывания и контроля визового режима. Закрытие въезда иностранным граждан. Мы сейчас не бегаем за иностранцами по территории Московской области, проверяем свои учёты, смотрим, иностранец не выехал вовремя, имеет там два и более административных правонарушения. Автоматически закрываем въезд заочно. Все предложения по внесению изменений приняты на рассмотрение комиссии Координационного совета и будут внесены в план на 2015 год. Анна Троян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В Центральном доме журналиста прошла презентация конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и этнокультурных отношений народа Подмосковья. Его инициаторами выступили областной союз журналистов и межрегиональные общественные движения «Сограждане». Продолжит тему наш корреспондент. По словам организаторов, конкурс журналистских работ «Народный Подмосковья» преследует единственную, но немаловажную цель. Это гармонизация межнациональных отношений, как залог национальной безопасности нашей страны. Привлекая внимание общества к вопросам этнокультурного развития, журналисты будут помогать соотечественникам разных конфессий и национальностей лучше узнать и понять друг друга. Совершенно необходимо в таком уникальном регионе, которым является Московская область, необходимы специальные усилия по гармонизации отношений, гармонизации различных культур, различных этносов и так далее. Одной из важных целей нашего конкурса является поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих СМИ, жизнь, культуру, традиции народов Подмосковья. Вопросы этнокультурного развития и взаимодействия между народами, проживающих на территории Московской области. Деятельность национально-культурных институтов гражданского общества по развитию российской идентичности. Среди задач конкурса организаторы видят поощрение журналистов, освещающих жизнь, культуру, традиции народов Подмосковья, вопросы этнокультурного развития, а также деятельность национально-культурных институтов и автономий. В конкурсе могут принять участие журналисты региональных, местных и национальных культурных средств массовой информации, если таковые существуют на территории региона. На презентации прозвучало немало благодарностей в адрес Люберецкого районного телевидения и генерального директора Екатерины Дегтярёвой. Уже не первый год коллектив выпускает в эфир программы. Рубрики и сюжеты посвящённы межнациональным отношениям. В этом году стартовал ещё один телевизионный проект под названием «Мы – россияне». Каждый фильм посвящён народу, пока проживающему на территории Люберецкого района, потому что проще снимать, там находится Люберецкое телевидение. Где мы через семью расскажем о традициях, обычаях данного народа. Именно через историю данной семьи, которая проживает на территории. Что касается конкурса «Народы Подмосковья», то он пройдёт в девяти номинациях – с 1 апреля по 15 августа 2015 года. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Союза журналистов Подмосковья. Раду Гурдиш, Алексей Адамов, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Творческую интеллигенцию Люберецкого района поздравили с их профессиональным праздником – Днём работников культуры. Люберчанка Светлана Чулкова проработала в системе культуры Люберецкого района 42 года. В стенах Дворца культуры она начала работать как художественный руководитель. Затем стала занимать должность директора, после чего 15 лет возглавляла всю отрасль в Люберецком районе. Культура для неё – жизнь. И этот праздник – большое событие. Конкретно в праздник мы подводим итоги. Радуемся тому, что у нас очень много уделяет внимание наша администрация развитию культуры. Если говорить о культуре в переводе с латыни, культура – это возделывание, воспитание, развитие. И это соответствует настоящему. На праздничном концерте были отмечены заслуженными наградами сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, коллективы художественной самодеятельности, музыканты и художники. Работнику культуры вообще важно хотя бы вниманием уделять им повышенное, а уж награждать, выделять – это сам Бог велел, потому что люди искусства, люди творческие, люди, которые живут не своей жизнью, а жизнью своих подопечных, в порядке вещей, что мы именно работников культуры вот в этот день награждаем, чествуем. Праздничное мероприятие продолжилось красивым и торжественным ритуалом, посвящением работники культуры, молодых специалистов, а также концертными номерами творческих коллективов Люберецкого района. В нашем мире очень не хватает действительно духовного развития. Население тяготеет к другому, к деньгам и к каким-то неправильным, наверное, вещам во многом. А культура, она несет в себе радость, несет в себе счастье и прилив силы, доброе и хорошее настроение. Работники культуры отвечают за наше наследие, поэтому так важно помнить значимость этой нелегкой профессии. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. И в продолжении темы. Чествование династий, работающих на благо духовного просвещения и развития, прошло в рамках празднования Дня работников культуры. С подробностями из Красковского культурного центра Ольга Щевелева. Трудно перечислить все творческие коллективы, которые составляют культурное ядро поселка Красково. Примечательно, что многие из них известны далеко за пределами нашего региона. В Люберецком районе такой островок культуры. По залу даже видно, по духу когда заходишь. По оснащению сцены, по отношению директора и управления культурой ко всем артистам, творческим цехам. Все это – результат внимания и поддержки со стороны администрации Красково и тех, кто стоит на передовых позициях культурного фронта. Огромная заслуга в развитии творческого потенциала красковчан без сомнения принадлежит начальнику управления по культуре Валентине Шмыковой, которая четко понимает, каким должен быть руководитель. Это человек, лидер, который может сплотить, организовать возле себя людей, влюбленных в свою профессию. В этот вечер со сцены Красковского культурного центра в адрес работников культуры прозвучало много теплых слов признательности за их труд, значение которого трудно переоценить. Этот праздник ваш, заслуженный, тех людей, которые исключительно всегда дарят улыбки, исключительно всегда дарят хорошее настроение за их бодрости и энергию. Хочу поздравить от имени общественной палаты Люберецкого района, от имени представителей СМИ Люберецкого районного телевидения с этим замечательным праздником не только работников культуры, но и всех присутствующих в зале, потому что культура – это более широкое понятие. Это не только танцы, кино, театр, книги. Это также вкусно испеченный домашний хлеб. Это также воспитание детей, потому что это тоже очень большая культура воспитания. Поэтому всех присутствующих здесь я поздравляю с тем праздником. Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой и долгих-долгих лет жизни. Праздничное мероприятие завершилось вручением благодарственных писем главы Краскова. Ольга Щевелева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. 5555. Столько магазинов по всей стране открыла компания «Х5 Ритейл Групп». Юбилейным магазином стал новый «Универсам Пятерочка», который торжественно откроется в Люберцах в понедельник 30 марта в 12.00 на Октябрьском проспекте, дом 1. Для всех пришедших будет организован праздничный концерт, где состоится награждение лучших учеников гимназии номер 43. Также в понедельник 30 марта в эфире Люберецкого районного телевидения смотрите репортаж из спорткомплекса «Триумф», где накануне состоялся муниципальный форум «Управдом». На этом у меня все. В студии была Ольга Чуканова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова